Всем привет! С вами Иван Жданов. В СУ удалось захватить несколько сел в Курской области и похоже, что украинские войска приближаются к городу Суджа. Во время прорыва в плен попали несколько российских военных, в том числе срочников, и задержали еще одного крупного взяточника, на этот раз в администрации Севастополя. В Курской области продолжаются бои с ВСУ. По данным Z-пабликов, украинские военные были в нескольких населенных пунктах, называют 11 сел и поселков. Среди них Николаева Дарина, Дарина, Свердликова, Гоголевка и Гончаровка. Канал 2 майора, это Z-канал, написал, что силы противника не представляется возможным выбить занятой им территории. Пишут также, что украинцы продвигаются к городу Суджа, который фактически эвакуирован. Вот как сейчас выглядит город. Люди выбирались отсюда самостоятельно. В администрации города вчера заявили, что эвакуации пока нет, ей мешают обстрелы ВСУ. В МЧС рассылку об эвакуации назвали фейком, а в местных пабликах сотни комментариев с просьбой вывести родственников. Сообщения об атаках на Суджу подтверждают спутники НАСА, которые отслеживают пожары во всем мире. Ночью они зафиксировали огонь у железнодорожного вокзала в Судже и в соседних селах. Посмотрите, что происходило в Курской области вчера днем. Военные самолеты летают прямо над дорогой, горящие автомобили, люди пытаются уехать из этого ада. Вчера российские власти сообщили, что в результате обстрелов погибли трое местных жителей, а ночью дрон ударил по машине скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Всего в результате обстрелов пострадали 28 человек. Это в основном жители из Суджанского и Кореневского районов. У них ожоги и осколочные ранения. Некоторые сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Среди раненых шестеро детей. За ночь над Курской областью сбили две ракеты и четыре украинских беспилотника. Взрывы были слышны в том числе в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Вот видео оттуда. Украинские телеграм-каналы сообщили, что ВСУ взяли в плен шестерых российских солдат и опубликовали видео с допросами. Среди пленных двоесрочников. Один из Белгородской области, другой из республики Коми. Послушайте, что они рассказывают. Как дома служишь? С 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправляют, охраняют. Типа не допустить прорыва. Мы просили, чтобы нас увезли, когда по нам работали. Начальство говорило, ждите, ждите. Никто так и не приехал. Связи не было потом. Ты что с братчиком? Слушается так. Журналисты уже подтвердили личности пленных, связались с родными. Также украинские каналы сообщили, что в Курской области Россия потеряла два вертолета. Это К-52. Фото опубликовали украинские каналы. Но мы не можем точно сказать, где и когда оно было снято. И вообще, было ли вертолетов два. И утром в сети появилось вот такое видео. Пишут, что это российский вертолет Ми-28, сбитый FPV-дроном в Курской области. Судя по видео, дрон влетел прямо в задний винт вертолета. В Белгородской области ночью тоже было неспокойно. Беспилотник влетел в окно многоквартирного дома в Шебекино. В квартире начался пожар, но, к счастью, никто не пострадал. Во всем Шебекинском округе утром не было электричества. Без света остаются сейчас часть Шебекино и еще 9 сел. Также беспилотники долетели до Воронежской области. Дрон повредил фасад жилого дома и выбил стекла в нескольких квартирах. Обломками повреждены автомобили. Предварительно никто не пострадал. Тем временем за коррупцию задержали еще одного чиновника. На этот раз не из Минобороны. Зам губернатора Севастополя по ЖКХ Евгения Горлова обвиняют в получении многомиллионной взятки по программе газификации. Как это часто бывает в коррупционных схемах, почти все бюджетные контракты заключались с единственным предприятием, которое аффилировано с Горловым. Горлов после занятия должности получил кличку Женя 10%. Не очень популярный чиновник, очевидно. А два года назад губернатор Севастополя Развожжаев уже грозился уволить Горлова из-за беспорядков на городских пляжах. Зато где есть порядок, так это в Северной Корее. Российский подросток, отдохнувший в детском лагере в КНДР, поделился впечатлениями. Матвей Кобзев из Липецка рассказал, что Корея похожа на Россию, но там нет интернета и сотовых телефонов. Зато много патриотических лозунгов и портретов вождей. Встречала детей куча военных, а лично пообщаться с местными подростками гостям из России так и не дали. Еще чуть-чуть и Россия действительно может быть похожа на Корею. Путин делает для этого все возможное. Ютуб уже замедлили, а теперь готовится отключать Гугл и прочие зарубежные сервисы. Из-за санкции, которые запрещают предоставлять услуги в сфере программного обеспечения, переходят на отечественные и китайские аналоги. Например, вместо Гугл-диска предлагается использовать облако Mail.ru, а вместо Figma — китайский PIXA. Хамас избрал нового главу своего политбюро. Вместо убитого в Тегеране Исмаила Ханьи, его пост займет Яхья Сенвар. Израиль считает Сенвара ответственным за крупнейшее нападение 7 октября. Тогда боевики Хамас убили более тысячи израильтян, взяли сотни заложников, в том числе участников музыкального фестиваля. Израиль взял на себя ответственность за убийство Ханьи и сообщил об этом Байдену. Президент США отреагировал с возмущением и назвал убийство шагом назад в процессе мирного урегулирования в секторе газа. Тем временем, на фоне эскалации конфликта, американцы усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион направят дополнительную боевую технику, включая эсминцы, ракетные крейсеры и системы ПВО тоже развернут. Развернут дополнительные эскадрильи истребителей. Вот такое сегодня 7 августа и 896 день войны в Украине. Это были главные новости к этому часу. Лайк с вас и пишите комментарии, чтобы ролик увидело больше людей. Поддержать нашу работу можно на Патреоне, став спонсором канала Как эти прекрасные люди, чьи имена и ники вы видите на экране. Всем пока, увидимся завтра.